Почему весной мы себя чувствуем так, как будто вся энергия из нас ушла? Это каждый год я задаю себе такой вопрос. Эту усталость все связывают с гиповитаминозом, а еще с тем, что зимой мы мало двигаемся и недополучаем солнечного тепла и света. А в этом году еще этот коронавирус, самоизоляция, вообще добивает любого и каждого человека. Но все не так просто, как кажется. Чтобы проснуться от такой вот зимней спячки, организму нужно перестроить работу всех систем. Это я поняла на своем опыте. Вот почему пики ОРЗ и гриппа приходится именно на стык зимы и весны, когда иммунитет ослаблен. Но это грипп, ОРЗ, каждый год повторялся и повторяется. Нам просто он необходим. Ведь его цель – почистить организм и убить массу, накопившуюся там вирусу, которые в нашем организме сидят. Зимой мы больше едим мясо, жирную пищу, которая переваривается с трудом и потом нарушает микрофлору кишечника. В этом причина нашей весенней вот этой вялости. Это я себе задаю такой вопрос и на него отвечаю. Если не так, поправьте. Весной биополя деревьев особенно сильны, поэтому пользуйтесь этим временем. Подарите себе неспешную прогулку по лесу или парку, как люди прохаживаются. Тем более, что мы сейчас находимся на самоизоляции. Деревья, как и все живые существа, имеют свое биополе, свою ауру. Поэтому очень важно знать, к какому дереву можно прислониться. Ведь среди них есть как деревья-доноры, так и деревья-вампиры, которые забирают энергию. Но вампиров не нужно бояться и считать их вредными. Они вытягивают только негатив и помогают оздоровить организм. Отличить донора от вампира совсем нетрудно. Давайте вместе с нами сделаем. Обнимите дерево, станьте счастливее. Мы сегодня приехали с нуком сюда в лес подзарядиться, найти вампира-дерево и найти хорошее дерево. Пополнят наши силы дуб, береза, сосна, яблоня, кедр. Заберут плохую энергию. Это ольха, осина, тополь и черемуха. Это все вьющие растения. Вот это вот у нас, ты видишь, вот это вот черемуха. Она что нам сделает? Она заберет у нас плохую энергию. Отличить донора от вампира нетрудно. Подойдем сейчас к дереву с маленькой полоской вот этой фольги. Например, ширина 2-5 мм, а длина 10-12 мм. Взяв ее за верхний край, если свешивающая конец фольги отклонится от ствола, значит дерево готово подпитать нас своей жизненной силой. Идем, Никита. Вот мы подходим к черемухе. Смотрим. Видите, отклоняется. Вот, видите как? Отклоняется. Значит, это дерево нас подпитает энергией и хорошим биополем. Вот рядышком с ней сосна. Подойдем к сосне. Подойдем к сосне. Я подношу на вытяну эту руку. Смотрите. Сосна как отклоняется, да? Вот оно, видите? Значит, это дерево нам тоже помощник. Никакой не вампир, а она хороший донор. Вот я подхожу. На расстоянии метра я протягиваю руку. Вот оно. Потом я подойду ближе. Обниму сосну. Лбом. И нужно постоять 10 минут. Вот сейчас внук подходит. Вот мы коснулись лбом. Обняли ладонями. На высоте головы нужно, Никит. Вот так, выше. Вот так вот. На высоте головы. И прижавшись всем телом, попросить о помощи. Проси. Чтобы это дерево помогло тебе здоровье, да? Мысленно проси. Чувствуешь, Никит, прилив какой-нибудь? Ну, небольшой. Небольшой есть прилив? Да. Сейчас начало какое-то покалывание в руках. Так, покалывание в руках. И ещё что-то ощущаешь? Ещё. Ну, покалывание ты ощутил, да? А ещё что-то ощутили? Небольшую. Ну, у меня небольшая усталость была. Сейчас нету её. Ну, тепло идёт, нет? Да, кстати, тепло. С этой стороны прохладно, а тут... Рукам, да? Прям жарко становится. Рукам, да? Да. Ну, вот видишь, значит, ты подпитываешься сосной. Именно вот сочетание черёмухи, сосны. Очень хорошее мы место выбрали. Красивая сосна. Высокая, она очень высокая. Рядышком стоит черёмуха. И ты вот подпитываешься хорошей биоэнергией такой. Если у кого повышена нервозность, раздражительность или частые такие воспалительные процессы, ваша сторона дерева, например, это северная. Нужно подойти не с южной стороны, вот как мы стали, а с северной стороны. Вот. Если раздражительный человек, вот с этой северной, у нас здесь северная сторона, вот с этой стороны северной и попросить о помощи. Можно отдать сначала больную энергию дереву вампиру, одну-две минуты, а затем восстановить силы у подходящего вампира-донора не более 10 минут. Сейчас мы подойдем к березе и посмотрим, какая энергетика у березы. На вытянутую руку, вы видите как, отклоняет. Да, значит... Вот буквально ветра нет, значит, это дерево, береза, не вампир, а донор. Но мы хотим найти именно вампира. Ну вот, просмотрим, сейчас пройдем, еще проверим. Вот мы подошли к сосне. О, здесь она хорошая. Прямо отбрежит все. Вот какая высокая сосна. Здесь березы с омхом. Мы посмотрим здесь. И, видишь, так? Смотри. Вот, все. Значит, это деревья хорошие. Ну вот мы так вампира и не нашли. В этой вот березовой рощи. Не забывайте говорить деревьям спасибо. Они никогда не желают людям плохого. Они не знают смятения, недовольства, злобы. Их аура всегда чистая. Поэтому всегда говорите деревьям огромное спасибо. Вот внук побежал к соснам проверять вампира. Там ветер. Ну мы зашли. Вон там люди тоже пришли. Вон они. Дедушка наш возле сосны стоит. Тоже подпитывается. Не найдем мы. Вот обошли и березы, и сосны здесь. Черемуху. И мы не нашли ни одного дерева вампира. Вишня тоже хороший донор. А цветет в этом году. Это вообще что-то с чем-то. Только чуть-чуть шевелил. Ну так это хорошо. Это и идет, значит, биополе хорошее от вишни. Это тоже вишня. Какая красота. Прям прелесть. Дай бог, чтобы были вишни в этом году. Давай грушу проверим. Ну-ка. Как? Вообще не шевелится? Получается, что груша на даче. Вот она рядом с черешней, которая уже отцветает. Груша у нас получилась, что вампир. Так, давай яблоник вот к этой, которая у нас сладкая будет. Которая расцветает. Видите, какие розовенькие цветы, красота. Нет, она шевелится. Шевелится яблони, да? Яблони, значит, у нас не вампир. Понятно.